Я из нее буквально клещами, как будто бы вытягивал признание, информацию. Я понимал, что что-то она еще скрывает, что-то скрывает. Она постепенно-постепенно рассказывала. И потом она признала, что она, кажется, именно здесь, собственно, самоубийца. Когда мы с ней помолились, она потом сказала, что она несколько лет в депрессии была. И она сказала, что впервые за эти годы я хочу жить, говорит. Знаете, я потом обратно возвращался и думал. Ведь именно ряса послужила для нее зацепкой и поводом для разговора. И вообще, если бы нет, мы бы и не разговаривали бы никогда. Эта душа была спасена. Она приняла Иисуса Христа на свой Спасителя. Я помолился за нее. Ушел в дух смерти, который ее преследовал. У нее глаза поменялись вообще. Она как будто бы вообще видоизменилась вообще. И она говорила, что хочет жить. Я думал, ради даже спасения одной души я готов всю жизнь носить эту рясу. Иисус говорил, остерегайтесь тех, которые любят ходить в длинных одеждах. И, рукополагая новых священников, я говорю, остерегайтесь, братья, любить ходить в длинных одеждах. Воспринимайте эту одежду, как нашу спецовку, рабочую одежду. Как полицейский, как военный. Даже если ты документы и не знаешь этого человека, но если видишь в форме полицейского, ты понимаешь, что это полицейский, допустим. Даже если ты не знаешь, что человек делает, но когда ты видишь в униформе, ты понимаешь, что человек должен быть хорошим. А где бы я ни был, сразу знают люди, что это священнослужитель, что батюшка был. Можно помолиться. Всякие, конечно, случаи бывают. Некоторые смотрят, значит, меня... Короче, кто-то деньги предлагает. Ну, как в православии принято, значит, просто денежку заплатил, как бы, и тебя там благоставили. Многие спрашивают, а вы не могли бы квартиру осветить, допустим, там, или офис, допустим, машину. Я говорю, я говорю, все могу вообще. У меня проблемы. Только говорю, вначале Бог хочет... Я объясняю, знакомлюсь с этими людьми. И говорю, что Бог хочет не просто ваше жилище осветить, вашу квартиру. А вначале дом, который внутри вас. Он хочет поселиться в вас и жить в вас. Рассказывая об Иисусе, молюсь за этих людей и благоставляю их жилище. Но правильный приоритет, что были. Вначале, говорю, даже неверующие люди замечают, что, значит, не место связи человека, а человек-место, говорю. А что действительно тот, кто нас. И когда я там, я же был не шаман какой-то, знаете, пошаманил и все. Ну, колдун, там какой-то там. Внешний? Визард. Визард. Я не какой-то визард, чтобы быть визардом. Вот. И... Тоже, допустим, здесь, в Киеве, тоже. В 99-м году, лучше, 20 лет назад, о. Я преподавал здесь, в колледже Святого Якова. А, Сент-Джеймс-Колледж. О, кстати, американские, они здесь открывались. И они приглашали преподавателей местных. У них были очень хорошие американские преподаватели. Но у них был опыт и местных тоже. Из православных я один попал в этот список. Как информация. Вот. И, значит, я преподавал там. Моя любимая тема – история христианства. А еще дали мне тему миссионерства и евангелизма. У нас была неделя теории и неделя практики. И во время практики мы делали день один, квартирных евангелизаций, допустим. Уличных евангелизаций. И это очень даже здорово. Но когда я преподавал, то я понял, что я сам еще не все еще попробовал. Я думаю, я попробую проповедовать в метро. Я ехал на занятия, короче, в метро. И как раз, значит, от станции Днепро до Лесовой, значит, там как раз идет, значит, по улице. Ну, ну, не под землей. И я в рясе, прям с крестом, все. Встал посреди вагона. И немного оробил, растерялся. Я потом понял, почему Иисус по двое посылал. Но я был один, но ничего, Иисус не учил. Я сказал, уважаемые пассажиры. Притом от волнения так жалобно получилось. Прямо профессиональные нищие, профессиональные, понимаете. И некоторые сразу, раз в карманы полезные смотрят. Ой, а я стою и молчу. Они на меня смотрят. Что дальше будет? Я думал, побыстрее бы станция, бы вы, типа... Я сказал дальше, что мне в голову пришло. Я говорю, человек верующий. Сам говорит, стоп, я вообще позорился, думаю. Батюшка утром признается, вижу, что он верующий. Ну, с какого это вообще-то? Короче, опять пауза, довольно продолжительная. Люди смотрят на меня, внимание поймал. А что дальше? Я как-то растерялся вообще. Стою. То есть, короче, едем мы над Днепром. Как раз мы были на том месте, куда редко птица долетает. Короче, уже где-то посреди Днепра погибает. И я уже внутри размолился, что помоги. Ну, из такой немой сцены выйти. И Бог дал слово. Я сказал это слово людям. Я поделился им притчей, рассказывал о Христе. Потом предложил помолиться людям. Я сказал, что это хотя не храм, это вагон метро. Но Господь, Он слышит наши сердца и нас слышит. Я громко молился. Почти кричал. И на одну сторону, и на другую, чтобы все могли слышать. Глаза были закрыты еще. Я боялся даже смотреть. После Левобережной я стал голову открывать уши. Я видел, люди повторяют молитву. Одно из самых красивых зрелищ, что я видел вообще. Ну, даже те, которые не повторяли, они молчали, сидели. Но было видно, что они согласны. Они обреяли. Я благословил их, помолился за них. И до Черниговской благословил их уже. И вышел там на метро. И я, значит, знаете, я пришел там в колледж, и братин рассказал, говорю, вот я попробовал сегодня вот этот вкус, незабываемый вкус евангелизма, евангелия. Когда исполняешь волю Божью, приходишь во вкус и хочется еще, еще, еще. Другой раз был случай, тоже. Здесь в Киеве хоронили одного тренера, заслуженного тренера Украины. Да, и, значит, это были спортсмены, команды спортивные были, на стадионе Спартак. Да, значит, и представьте себе, трибуны полные были людей. Попробуй, собери вот так вот людей, разных людей, неверующих людей. Вот стадион. Ну, представьте, кто знает, Спартак, стадион, Спартак, да? Вот эта вся часть, которая вот впереди, она вся была заполнена людьми, как раз. Это ну, тысяча людей. Несколько команд прилетело. Была команда по регби, кстати, из Франции была команда, полос, то есть, по регби. Там один черный, кстати, парень, такой молодец был вообще. Он не постеснялся, прям на колени встал, значит, и так, и молится, прям, молодец, молодец. Вот, и, значит, и привезли, съехали со всей Украины на автобусах вот эти вот молодежные и подростковые, и детские всякие команды, спортивные команды. Я не знаю, какие там у них еще мероприятия были, но это было мемориальное служение, как бы собрание мемориальное. Мне дали 15 минут. Вот, и я спел православных пару псалмов, спел протестантский псалом, И тогда я скажу протестантский псалом. Вот так. Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа, там святые бессмертных лучах, там струится живая река. И дальше пел, пел, и потом сказал слово. А перед тем я как раз молился, Боже, я понимаю, там верующих почти не будет, наверное, но дай слово для этих людей. Для спортсменов. Я не спортсмен вообще, но для них слово, чтобы было на их языке. И я сказал слово, что мы прощаемся с тренером, великим тренером, да, там много наград было, там вот на дорожке стояли люди с этими подушечками, с наградами его, медалями всякими там. И говорю, я при жизни не знал этого человека, видимо он заслуженный на самом деле человек. Но говорю, сегодня я хочу рассказать о самом великом тренере в истории вселенной, не только в Украине, а вообще всей вселенной. Об Иисусе Христе. И я рассказал. И вот люди молились. В конце я завершил молитву покаяния. Люди повторяли эту молитву. Потом я общался с одним спортсменом с украинской командой по рэнби. Он сказал, что я знаю своих ребят всех. Это люди не религиозные совсем. Но как так получилось, они все молились. Некоторые плакали. Но самое удивительное, произошло... Сколько? Соро дней прошло. Кстати, да, пару месяцев прошло. Меньше даже. Представляете, звонит мне вот от того как раз спортсмена, жена, супруга. И она сказала. Представляете, у нас какое чудо произошло. Там же были... Вы помните, там же было много ребят, подростков, детей много привезли на автобусы. Представляете, они решили организовать новую команду по регби. И они думали над тем, каким будет у них название, логотип, там, прочее. Но эти дети были так впечатлены, оказывается, вот этой пробови, что они решили, что у нас будет команда Христа Спасителя. И мы напишем она на майках, что наш тренер Иисус Христос. Это люди нерелигиозные, не из религиозной семейства, совершенно там. Я знаю тебя, друзья, я молюсь о том, чтобы сотни и сотни священников православных не спорили там, кто с Томасом, кто без Томаса. Не спорили бы там, какие обряды более древние, более современные, какого патриархата, какого там еще там что направления. Споры о родословных ничего кроме ссор и вражды не приносят вообще в христианстве вообще. Пустые споры вообще. Но чтобы священники занимались делом Божьим. Потому что пока спорят священники, пока занимаются политикой всякой религией своей, занимаются, миллион у людей погибает, вообще не знают Христа, не знают Бога вообще. потому что я однажды на автовокзале проповедовал, иногда бывает я беру сумку просто с собой, какие-то трактаты, какие-то там евангельские. Разные. Газеты какие-то христианские берут с собой. И когда время есть, там жду автобус, допустим, еще там полчаса или час всего ждать. Я обычно захожу там в автобус, то еще куда там, и просто людям предлагают почитать вот дорогу, как он хорошо. И мне хорошо, я благовескую кому-то. Люди почти всегда очень хорошо откликаются, понимают. Наконец-то наши, батюшки ходят, наконец-то наши. Один человек отказался брать. Запомнил я его. Я говорю, вы не верующий? Я верующий. Интересно, почему? Я мусульманин, говорит. Интересно, говорю. А он украинец, он украинец. Он принял ислам, обрезался, стал учиться здесь, в Киеве, в мусульманском заведении. Западноукраинец. Пока интересные спорты. У меня родня большая мусульман, я давай ему рассказывать об этом всем. Мне интересно стало. Я скажу, что тот человек отказался от христианства, потому что не знал Христа вообще. Он был в православии, даже пел, читал там немного так, но не знал Христа вообще. The person rejected orthodoxy and the christianity because he did not know Christ. He was in orthodox church and had no relationship. Да, друзья, у нас мало времени, я много свидетельствую, да. You have very little time left, но надеюсь, это вам очень пригодится вообще. But I do hope that you will find this useful. Будете проезжать, проходить там мимо храма православного. Вот пусть это вам как напоминалка будет такая. Вот помолитесь, благоставляйте каждый раз, благоставляйте хрященника, благоставляйте этих людей. Вот и Бог благоставит, и вас больше еще благоставит еще. Я верю в силу молитвы и в силу благоставения. Тем более церковь-то она одна, по сути-то. Как говорил один, кстати, православный митрополит еще в 19 веке, что наши земные барьеры, границы, они до неба не доходят. Я под этим подписываю 100%. Мы не можем монополизировать Царство Божье, приватизировать Царство Божье. Мы не можем Бога там схватить за бороду и заметить, что только лишь у нас теперь Бог, все, Божьем где? Ой, друзья, ладно, завтра я буду говорить о других вещах некоторых. О домашних заданиях для вас. Я попрошу вас сделать то, что вы сделали сегодня утром. Вот, включите, найдите какое-то там тоже православное песнопение, поразмышляйте и помолитесь. Православное служение очень красивое. Я знаю много разных теперь форм служения, разных поклонений, разных песен. Но, знаете, до сих пор я для своей души ничего красивее православного служения, литургии православной не видел еще. И если я служу сейчас уже, допустим, как реформатор, я подчищаю эту литургию, я не молюсь к Богородице, к святым, к ангелам, нет. Опускаю эти молитвы. Я молюсь Богу только лишь. Я молюсь Богу только лишь. Единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем, Придите все верные, имя Твое прославляем. Ибо пришла через крест радость всему миру, Всего прославляем. Всего прославляя имя Господа. поем о воскресенье Его распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой Своей милости. Спасибо, Господь, воскресший и живой Бог наш. Благодарю Тебя за силу воскресения Твоего, которое Ты действуешь в нас могущественно, оживотворяя все и вся вокруг. Благодарю Тебя за победу Твою. Благодарю Тебя, что в нас Ты живешь. Поселяешься в сердцах человеческих. Царствуешь в нас. Господствуешь. Потому что Твое Царство и силы, и слава во веки. Аминь. Благослови братьев, моих сестер. Боже, дай им дерзновение больше в благовествование Евангелия Христова, в покорение народа в Слово Твоему. Пусть Господь спасений приходит через нас, людям. Судьбы людские пусть меняются. Мертвые оживают. Больное исцеляется. Дела дьявола разрушаются во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь. Братья и сестры, и действительно самая великая тайна это Христос в нас. Упование славы. Пусть это школа. Она интересна у вас очень называется. Мировоззрение, христианского, библейского, христианского мировоззрения. Действительно, вот это божественное метаноио совершается, перемена сознания. И пусть эта школа, она позволит всем нам свое сердце больше открывать для него, чтобы он глубже проникал во вселенную нашу, безграничную вселенную, которая внутри нас. А чтобы мы погружались в его вселенную. Безбрежный океан Божьей любви. Сестра спросила еще о Филиокве. Можно рассуждать о многих вещах. Я завтра вам расскажу кое-что еще. много вещей и я поговорю об этом tomorrow тоже. Знаете, один отец древности еще. Четвертый столетие. Вот пример такой, про океан-то вот тот. он шел по берегу океана, а девочка таскала воду из океана. Он сказал ей, девочка, чем ты занимаешься вообще? А я хочу в это море, океан, сюда, в эту ямочку сейчас все перелить, перебросать. Девочка, ты же знаешь, это глупо, но ты не сможешь. И вдруг она серьезно говорит ему, серьезно. Не помню, она как-то дословно, но как бы но не боли ли ты безумен и глуп, пытающийся всемогущего Бога уразуметь вот сейчас и перетаскать в свою конфессию, теологию как-то еще, поместить его? А этот отец он рассуждал как раз о Троице, Единице, Боице. С того времени немного лет прошло, до сих пор теологические споры все эти продолжаются и они продолжатся до конца. До этого времени много лет прошло, и они продолжат продолжать продолжать, продолжать, до конца. Догмата Филиокова интересная. Дух Святой как исходит? От Отца или от Отца и от Сына? Или от Отца через Сына? Каким Антаром? Это настолько кошло. Это знаете, для себя я каждый раз сравниваю, это попытка, допустим, любовь, двух любящих сердец пытаться объяснить химией, физикой, чем угодно. Да, это объясняет многое. Но на самом деле ничего не объясняет. Только еще Божий запомнил. Как в той песне поется там «Океан Божьей любви». Знаете, мне так нравится вообще-то тоже. Океан Божьей любви нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви безусловной любви Отца. Вот действительно это безбрежный океан. Кстати, другой проповедник древности тоже. Он на берегу моря объяснял ученикам о покаянии, о прощении. О прощении. И один из учеников спросил, но ведь мои грехи, я не могу их простить самому себе даже вот. И этот отец сказал ему следующее. «Представь, говорит друг, у тебя на ладошке горст песка. Горст на речном песке. Вот ты сейчас перед этим морем. И вот ты бросаешь горст песка в это море. Но вот все твои грехи на самом деле они меньше, чем это горст песка. А любовь и милосердие Бога больше, чем это море, намного больше. Просто не держи это, брось это. И очень трогательный пример такой, действительно. Бог 2000 лет назад совершил великое чудо, прости всех нас. амнистия совершилась. Но люди сидят в темницах. Узы ослабли, и двери раскрыты, но они сидят в темнице. Должен кто-то подойти и сказать, ребята, проходите. Вы прощены. Вы исцелены. Вы благословлены. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благоставляю вас, друзья. Люблю всех, обнимаю, целую всех. Благодарю вас, Господь. Пусть Бог благословит вас до завтра. May God bless you until tomorrow. Спасибо. 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 Спасибо.